привет друзья сегодня я расскажу как вырезать объект и вставить его на другой фон чтобы получить вот такую креативную композицию примерно она будет выглядеть вот так вот что у нас должно получиться по итогу поехали погугли в интернете примерно около часа я нашел две интересные картинки этого парня который делает стойку на руке мы будем вырезать и перемещать на другой фон вместо того парня который сидит с рюкзаком на краю здания этого парня нам придется вытереть а парня который делает стойку мы разместим на краю для начала нам нужно вырезать наш объект сделать его отдельным от фона для этого я буду использовать инструмент магнитное лассо если кто-то не знает как оно работает я сейчас покажу магнитное лассо разделяет границу между пикселями если в процессе выделения нечаянно мы ушли в сторону это легко отменить нажатием клавиши delay delay убирает последние точки таким образом можно легко исправить и вернуться на начальное место зажав пробел и протянув мышкой за левую клавишу я передвигаюсь к нашему увеличенному изображению после того как мы закончили выделение возможно придется немного подправить кое-какие места вот в моем случае например в районе пальца кое-где выделение выходит на лишнее и не добирает того чего нужно поэтому выбрав инструмент обычная лассо зажав клавишу alt появится минус я уберу лишнее если я зажму клавишу shift появится плюс и я добавлю то что не выделилась после того как мы выделили объект нажимаем комбинацию клавиш control j таким образом мы получаем наш выделенный слой теперь его можно переносить на другое фоновое изображение для этого нужно взять инструмент перемещение и перетянуть на другой фон control t уменьшаем объект и помещаем его пока произвольно примерно вот сюда пока мы его скроем для того чтобы подготовить наше фоновое изображение чувака который сидит нам придется убрать сначала я возьму инструмент лассо мы выделим фонту за границы которого не будем выходить при использовании инструментов штамп выделение границы крыши на которой будет стоять персонаж нужно сделать для того чтобы инструмент штамп не выходил за границы нашего выделения для чего это нужно сейчас посмотрим зажав клавишу alt я буду дублировать пиксели вот таким образом до момента пока у нас не будет нужно нам результ так у нас появилось два дублирующих здания я немножко его уберу и сделаем вот так в принципе мне такой результат устроил и здесь видно немного темные пятна но их можно убрать ну пусть будет так control d снять выделение включаем нашего персонажа и ставим его так как нам нужно я думаю что можно его отобразить в другую сторону control t отобразить по горизонтали и сместим его вот сюда так будет поинтереснее фон сделаем немного ярче для этого зайдем новый корректирующий слой цветовой тон и насыщенность и увеличим средний ползунок до момента пока не будет нужный вам результат вот как было вот как стало была более бледная картинка стала более я спасибо что смотрели на этом все если вам понравился урок подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии